Ооо, еееей! Вооо, класс! Вот, что здесь поведём, так как мы хотим. Ну, себя тоже чем-то порадовать. Новый год всё-таки. Ооо, приветствуйте! Ариш, и скажите! Ха-ха-ха! Оп-оп-оп! Всем доброе утречку! А я не знаю, у вас что будет? Добрый вечер, да? Добрый день, смотря, наверное, от того, откуда вы. Да. У нас почти 8 утра. Пытаемся выгнать детей. Одеваться. Не хотят. В общем, у нас вторник. Я вам сейчас покажу, как темно на улице. На улице очень-очень темно. Я даже не знаю, с чем это связано. Потому что какие-то тучи. Вообще у нас сегодня не обещают дожди. Но обычно должно быть гораздо светлее. Что у меня с голосом? В общем, да. Мы решили заменить детям кровать на двухэтажную. Поэтому нам нужен замер сегодня. Это я приготовила одёжу. Что тут ещё? Одежда, которая будет перебиваться после йоги. Всё, да? Всё собрала. Всё собрала. Можем уже. И чаёк. Ой! Что он у меня уже весь поэта. Покоцался. Я ему, наверное, лет пять уже этому тормозу люблю. И очень вот так работает. Ой! Очень удобно. Так, ну всё, погнали. Мы приехали в веганскую пекарню. Всякие штучки, дрюшки у них. Здесь я поцареваю. Ох, здесь я поцареваю. Мы сейчас тут чайку попьём. Здрасьте. так у нас оказалось сегодня ничего не записано у нас все было очень просто выездили в буду мы ездили в буду я ничего не снимала мы просто сфере ходили гуляли ничего интересного сейчас я буду греть борщ забрали у детей из школы у них через час уже теннис уезжали из тела то у нас есть дожди и серость при этом буду практически солнце даже очки от солнца одевала хотя когда выходил утром из дома я подумал наш салатик хлебушке не еще а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что все наши дни похожи один на другой Как у всех, я думаю, людей Ну или хотя бы у большинства Вот это одно и то же С утра ты делаешь какие-то дела для себя Потом ты, не знаю, где ты пьешь кофе Если честно, по-буржуйски Кофе я редко пью дома Ну бывает, бывает пью, но в основном, конечно То есть такая, как традиция, каждый день Его где-то я должна пить в кафе Мне нравится атмосфера Когда тебе приносят чашечку Ты ее сидишь, пьешь Не знаю, смотришь на прохожих Мне это очень нравится Каждодневное море то Пить кофе где-то Вот, в основном, на самом деле В одном и том же месте я его пью Ну так уж Вот Не знаю, дальше мы едем в школу Либо мы где-то гуляем Потом едем за детьми Покупаем какие-то продукты Ну все такое Честно говоря, я не знаю, что здесь может быть интересного Вот, я, конечно, постараюсь Разнообразить эти пару недель Какими-нибудь, может быть, интересными местами Но опять же, сегодня мы были в Будве И что-то как-то Ну нам надо было, на самом деле, еще Борю посмотреть куртку зимнюю Еще мы шли туда, шли сюда Как-то все это очень было быстро Я ничего не поснимала Пытались мы еще найти Борьке куртку Не нашли И это к тому, что мы были столько времени в городе Я для вас ничего не сняла, кроме этой кафешки Где мы там зашли, перекусили, попили чайку И съели штрудель Штрудель Вот в этой кафе Я написала там название Если вдруг вы будете в Черногории Там просто великолепные цены То есть если сравнивать с Порто ценами То есть, допустим, здесь часть Это от 3 до 4-5 евро Там евро 20 Штрудель, вот этот кусок Я вам ничего не сняла Еще у меня там был вишневой штрудель Кусочек штруделя, большой кусок Стоит 1 евро В Порто 5, 6, 7, 8 Ну вот там Ну ладно, в кафе Вот это может быть от 3,5 Это самое дешевое До там 4, 5, 6 Ну то есть цены, конечно, прекрасные Наверное, потому что они ориентированы на местных Больше они на туристов Вот, ладно Пошла я заниматься им делами Посмотрим, что сегодня будет О, Федя уже успел детей отвезти 6 Ты за 6 минут справился Тут и сюда, и обратно Ну почему-то эти елки Не зажигают они Ну сумка тоже А, вот это что ли? Это жуть Ну, я говорю вообще жуть А это что? Платье мне нравится Коврик Как это? Дверной не очень Дерево, кстати, да Ничего так Букет мне нравится Даже очень Как это называется? Штучка, которая сметает пыль Вот мне напоминает это платье Как это? Ой, слушайте Какая прелесть Кто это хоть? А что за бренд? Неизвестно Ну ладно Ну-ка Ой, вот это мне нравится Прямо честно говоря Ну мужик не очень А вот женщина Ой, слушайте Очень мне нравится Правда И украшений Что это? Пальтишко тут Очень даже ничего Мужик так себе Так, сейчас дайте-ка я эту Дольчу хабану Сниму у них Вечно все А-ля пе сто Пе сто Пе сто А-ля пе сто Вы видели Какие тут наушники, ребят? Вот что до меня Это вообще Ту мать Все просто Просто жесть Психотерическая Я бы так назвала Так У нас Макс Мара Ну вот это Мне кажется Велеган Вышли мы прогуляться Погуляли, наверное, минут сорок И поднялся сильный ветер Сейчас Тихо У тебя вон Что же такое? Все разболтало Короче, поднялся сильный ветер О, как меня снесло Хорошо Подцветили Поднялся сильный ветер Поднялся сильный ветер Как завыли эти яхты Как загудели все палубы Решила обсудить с вами один вопрос Я сегодня о нем думаю весь день Так, надеюсь, у меня на голове Более-менее все в порядке Я сейчас собралась идти смывать макияж Но я думаю, на этом мы с вами закончим влог Потому что я сегодня уже с вами поболтала достаточно Знаете о чем? Сегодня с утра у нас были очень интересные Сегодня с утра, когда мы пошли пить кофе С девочками после ее У нас часто бывают очень интересные беседы Я уже об этом говорила И вот одну из сегодняшних тем Которых мы затронули Мы обсуждали Разные ситуации Вот так, наверное, да? Так лучше, мне кажется Не только в школе разные ситуации Но и вообще, которые случаются с детьми И которые... Ну, как мы это видим? То есть понятно, что дети Как и любой человек Они не идеальные существа И у каждого есть свои недостатки Я вдруг подумала Я тоже принимала участие в этой беседе Я тоже, так же, как и все мы любим Обсуждала чужих детей И выносила, скажем так, свое видение ситуации Что у них какие недостатки Что родители упускают Что не упускают и так далее Все мы делились такими мнениями Про все дети тоже затрагивает что-то Но о чем я сегодня подумала Мы с такой легкостью видим чужих детей И даже, наверное, людей Но просто, мне кажется Все, что касается нас самих Мы воспринимаем не так эмоционально И не так болезненно Как когда это касается наших детей Так вот, я подумала Что мы так легко видим ситуацию со стороны Мы так легко видим чужого ребенка И так просто Ну, как, может быть, меня окружают люди Которые такие все психологи С чужими детьми И мы прекрасно понимаем Что упускают родители Какие они допускают ошибки Что, допустим, кто-то слишком много дает Свободы своим детям Кто-то их слишком сильно урезает И просто ограждает их от всего Кто-то, наоборот, я не знаю Очень эмоционально воспринимает Каждое событие, которое происходит с их ребенком И ты как бы все это видишь со стороны И тебе все становится понятно Но, мне кажется, почти все мы Упускаем всегда Вот в этом вот таком, скажем так Психологическом разборе Портрет собственного ребенка И мы, на самом деле Даже если мы и допускаем Что в нашем ребенке Ну, понятно, в каждом человеке Есть недостатки, да Но нам все время кажется Что это какие-то такие мелочи Которые, в общем, ну Не такие серьезные Как вот у чужих детей И часто мы даже не думаем Что проблемы заложены в наших детях Мы думаем, что это проблема Я не знаю Школы, детского сада Система образования Я не знаю Там каких-то других людей Но вовсе Проблемы нет в нашем ребенке, да Это связано, естественно, с обществом А вовсе не с самим ребенком Так же, как ну или бы с другим человеком И я подумала, что если бы, допустим Когда-нибудь бы мы решили бы Ну, просто я про себя подумала Что если бы я решила бы Собрата с людьми, с которыми я близка Которым я доверяю Да, может быть, какие-то мои друзья Или родственники И сказать им Слушайте, ну давайте мы сейчас с вами Возьмем и честно обменяемся мнением О наших детях То есть вы мне скажете Что вы видите со стороны про моего ребенка Я вам скажу, что как мне кажется Про другого Я вдруг подумала Что, во-первых, возможно У меня была бы кишка тонка в глаза Сказать это человеку Хотя, может быть, если бы меня об этом просили Наверное, я могла бы сказать Все, как я это вижу Естественно, как у любой нормальной женщины Которая любит ля-ля-ля Как у любой нормальной матери Которая обращается в обществе других детей Я вижу недостатки всех других детей Вы же это понимаете Вы такие же, я думаю Вот И Более того Я подумала, что Не уверена была бы ли я Готова услышать правду О своем ребенке Вот честно Наверное, мне было бы интересно это послушать Тоже еще зависит от того Кто бы мне ее говорил Наверное, не от каждого Я хотела бы это услышать И я подумала, что Возможно Даже если бы я был Ну, скорее всего Я бы пошла бы на этот эксперимент На самом деле Но я думаю, что я потом Крузанулась бы Нехило бы На ближайшие, не знаю Пару месяцев И, в общем, стала бы на эту тему думать Потому что, понятно Как любой нормальный человек Я саморефлексирую периодически Даже не периодически Достаточно часто И я постоянно Во всем, во всем, во всем Сомневаюсь Хотя, в общем, на своих видео Я выгляжу весьма уверенной Во многих вещах На самом деле Я постоянно Оттенок сомнения У меня всегда Во всех моих аспектах есть И достаточно сильный И я думаю, что я бы Загналась бы очень сильно После этого И вот у меня вопрос к вам Готовы ли вы были бы Услышать правду о своих детях И если да То скажите мне Легко бы вы ее восприняли Или нет Напишите мне Что вы думаете Вот об этом я сегодня Философствую весь день Потому что, сами понимаете Чем старше становятся дети Тем больше интересного Происходит в их жизни Порой не всегда хорошего Какие-то там разные Будут, конечно, ситуации И поэтому интересно Смотреть на реакцию Родителей На реакцию детей На реакцию детей вокруг На реакцию родителей вокруг Да Это вообще интересно Ну, учителя, само собой Это вообще отдельная каста людей Вот Поэтому вот так вот Я сама думаю Что детей нужно держать В какой-то такой Средней узде То есть все-таки Возже держать в руках Но и слегка Такими приспущенными То есть, допустим Я понимаю Что если ваш ребенок Начинает приносить Из школы Там, не знаю Какие-то ругательские слова Ругательные слова Я понимаю Что это этап возросления И что он будет По-любому Если не сейчас То его нагонит Этот потом этап позже Поэтому я в этом Не вижу никакой проблемы Я понимаю Что если Ребенок жалуется На что-то в школе Что не всегда в школе У него все будет хорошо Что обязательно будет На что он будет жаловаться Это нормально Это период взросления Вообще очень многое Можно отнести Вот к этим разным Периодам взросления То, что может быть Поначалу мне могло бы казаться О боже мой Что это Какой ужас Это нужно сразу Там куда-то Что-то с этим делать Потом Проанализировав Это я понимаю Что это этап Который нужно помочь Пройти ребенку И что от многих вещей Как мне кажется Детей ограждать не стоит Они должны с этим сталкиваться Потому что их все-таки Ждет реальная жизнь С реальными проблемами С другой стороны Я не думаю Что детям нужно Эту жизнь Усложнять Да То есть там типа Вот он не хочет Хоть на рисование Пусть ходит Жизнь его науку Там его ждет Какая-то жизнь Пусть мучается Если ребенок не хочет Меня его заставлять Вот Если уж прям совсем Ему так гадко И не нравится То есть мне кажется Пока есть возможность В чем-то их баловать Это надо делать Ну почему нет Но при этом Мне кажется Нужно держаться Какой-то идеальной середины Потому что Понятно Ее сложно найти У каждого Эта середина Будет своя Но мне кажется Что-то нужно Отдавать на волю судьбы А что-то нужно Так сказать Придерживать Но если уж глобально Вообще рассуждать Я думаю Что в принципе Все В жизни ребенка Любого человека Это то Что ему суждено Испытать И это уже было заложено То есть как бы Да, это судьба Поэтому как бы Ограждай, не ограждай Что надо Все равно пройдет Вот Такая была у меня Философская минутка Гудбай Ну а на этом я с вами прощаюсь В общем пойду смывать макияж И в общем как-то Не знаю Проводить вечер Без камеры Вот Пока